Вы сами думаете, варианты вы сами напишите. Нет, нет, сейчас, ребята, я что его... Я это понял. Для меня это еще не заходит. Ну, ваше кейси, кейси, скажите ваше. Вот бумага, вот ручка, вы сами напишите ваши варианты. Нет, ну давай предложим, смотри. Когда, вот, слушай, слушай, Валтер, 90% людей не будут делать другие мнения. Когда они сами свое мнение пишут, это уже свое, они будут делать. Понял, да? Это ваш письмо. Если вы сами напишите ваши варианты, это уже ваше. Вы будете делать. А то, что мы говорим, это наше. Просто кейс хочу послушать, да? Окей, окей. Ну, для того, чтобы кто-то говорит, сразу даже написать, это уже что-то будет, это уже что-то даст вам. Мы в десять раз хуже были, чем вы, когда мы вообще не понимали. Сейчас вы пришли, что-то понимаете, мы вообще ничего не поняли. Да. Мы сейчас вообще ваш вопрос не даем. Все, что вы сейчас вопрос задаете, можно везде, в любом местах найти ответ. Это у вас. Вы все можете. Разве сюда пришли, на столько денег заплатили. Вы все можете. У вас что-то? У вас что-то? Пока вы что-то не знаете. Наверное, наверное, да. Вы кейс, кейс просто, вот, по-своему, что вы делаете? Вот, ничего. Вопрос какой-то. Какой этот кадр будет? С первого. Вы как будете, вообще, команда тоже так будет. Вы, например, сказали, хороший кадр нет. Это хорошо. Хороший кадр какой будет вообще-то? Вы написали это? Какой параметр? Например, он, почему, например, кейс сказал. Например, он уже написал. У него, например, рост 170, такое красавица. Откуда, как нация, надо написать. Вы написали, потом уже, если портрет есть, потом уже они стали прорисованы. Вот, видите, как это? Я сама хотела с себя писать, что мне, какую, вот, ну, что надо, расписать, и потом вот на этой бумаге. Давайте вот так делаем, вот. Вам какой кадр нужно? Мне вообще-то администратор нужно. Администратор? Администратор чем должен заниматься? Закупкой и продажей. Закупка, продажей. Все, берите меня администратора. Подавайте, проверьте меня. Зачем? Ну, я вам еще его с вами. Я работаю. Вот так вы говорите. Я вам скажу, хорошо. Темурайка, здравствуй, слушаю вас. Я говорю, вот. Темурайка, здравствуй, слушаю вас. У вас какие опыты? На торговой деятельности? У меня есть опыт, я много местных работал. Хорошо. Я вам скажу, вот, вам даю вот 3 месяца, я, например, сейчас не буду рассказывать, что я вам чуть-чуть картинку покажу в своем магазине, я говорю, о, мне, мне нужен какой-то крыль. Ну, что не скажу, на месяц миллион. Вы у вас есть? Может? Скажете, да, да. Эти миллионы тогда. Хорошо, так я фиксирую, например, заплату скажу, и если мне в течение 3 месяцев поднимет мой бизнес на тупую сумму, я вам отдаю 10% от общей прибыли и работы. Если в течение 3 месяцев везде не сможете, то до свидания не сможете. От прибыли или от оборота? От прибыли. Оборота не может, а то чисто от прибыли. А, да, я подумаю, потом поговорю. Да, тогда до свидания, и зову третью. Вот так все ходит у вас. А что делать надо? Я, наоборот, желание операции работать с вами. У меня желание операции работать с вами. Может, я вообще крутой кадр? У меня нет желания работать с вами. Почему? Это вопрос вам. Можно, пожалуйста, вообще, вообще, вообще. Дайте ему. Это вопрос вам. Что у меня минусы? Смотрите, смотрите, я знаю, что она, которая будет работать в компьютере. То есть он будет сидеть, перед ним будет компьютер. Это кабинет. Уже заранее, до того, как он пришел, у меня кабинет идеальный. Свет, шумоизоляция, музыка даже тихая включена. Нет такого, что там одно помещение, где галдят люди. У него тихий кабинет. Он уже видит этот кабинет. Он представляет, что он там сидит, работает красивый, новый компьютер, чистый белый стол. Он пришел ко мне, я сразу ему говорю, вот такие у вас условия. У нас каждый работник имеет бесплатный обед. Это первое. Он на чувство, это осознание, зрение, слух. Все, все, все. У него уже взаимодействие. Он тоже в каком-то смысле клиент, когда вы принимаете. Дальше я ему говорю выгоду. Так как это своего рода переговоры, я ему говорю выгода. Ваша выгода. Только у нас есть партнерские отношения с ключевыми кадром, у нас ключевые кадры. Я вам предлагаю процент. Но для этого вы должны такой-то и такой-то план выполнить. Какую вы зарплату хотите? Без проблем. Вы знаете, у нас этот человек получает это. Вы будете больше получать. Но нам нужна такая и такой план выполнить. Дальше. Он говорит мне свои способности. Ну, я должен убедиться, что он мне тот, который нужен. Если он в какой-то момент сорвется, скажет, что тому я такой план выполню, не надо на него зацикливаться. Пускай лес уйдет. Мне нужна идеальность. Я ему идеальный условие построил и от него требую идеальности. И вот когда такой кадр будет сидеть передо мной, он никогда не уйдет от меня. Он будет держаться, он будет хотеть, он будет всеми силами, показать свои способности, чтобы остаться. И потом еще, если у вас будет командный дух, о чем говорил вот о персонале Сайдмурат Раджабович, что тимбилдинг, вот это чтение, которое он уже понимает, он приходит как в свою собственную семью. Ну, то есть есть собственная семья, а это своего рода семья, из которой он не хочет уйти, даже если ему будет очень много денег предлагать. Вот так вы и уйдержите, и новый пожелет. Отношение уйти уйдет. Только что сказали Кейс. Я продавал ему свой бизнес. Я, во-первых, спросил, что ты хочешь. Что он хочет. Сколько денег хочешь. Он сказал, что я буду вот столько хотеть. Так ей нафиг нужно мое желание. Ей нафиг нужно моя цель. Ей нужна своя. У него есть своя проблема. Когда они нанимали меня, всем рассказали. Я, 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 я. Мне вообще не нужен ваше я. Мне нужен меня самому. Каждый человек любит себя. Я должен думать, что я получу, если меня берут на работу, сколько я получу, что я получу, через год, через двадцать лет, что я получу. Если вы можете продать мне мою мечту, я буду с вами на всю жизнь. Если мне выгодно с вами. Если вы скажете мне, что через три года вот так будешь, через пять лет вот так будешь, через пять лет вот так будешь. Если у тебя есть ребенок, даже, даже твои ребенка вот так, вот так, вот так будут, если ты хорошо работаешь. Если у меня выгодно с вами, я останусь. Когда мы женимся, мы же обещаем, красавица, я хиболист, мне его отвезу, я то-то-то-то-то. Мы же обещаем и делаем же действительно. Но все, это тоже вот, а лучше тоже, как жена. Покажите ему их будущее, чтобы они остались у вас. Их не будущее покажите. Каждый человек приходит к вам ради своего выгода, чтобы, может, у меня получился вместе с ними. Простите, может, зарабатывал. Взял кабролет, ездил, густ, им вы что-то дайте. Да, да. Только сколько задал вопросов, что ты хочешь, что ты можешь, когда хочешь. Так, только что ты задал вопрос, сколько твоя зарплата, да, допустим, когда он у тебя уроками занимает, допустим, директор, администратор. Дайте им выгоды. Теперь надо услышать их, вопрос задайте, и все у вас получится. Вопрос не у них, вопрос у вас. Все. Может, вы не можете делать, да, их не потребуется или нет? Вот в чем вопрос, да? Просто не думайте, что я могу делать, чтобы они пришли к нам работать. Настанин уже сказал, если человек приходит в кадр, сразу же спрашивает о зарплате, можно его уже отфильтровать. И, ну, знаете, это тоже есть варианты, пока они еще не дошли до этого, давайте не будем их мучить. А вы Корнеги знаете? Кого? Корнеги. Я совсем мечтал. Дейла Корнеги. Я всем предлагаю, что если мечтал, если... Как завоевывают друзей, оказывают влияние на них. Как завоевывают друзей, оказывают влияние на них. Кто читает эту книгу и конспекторы, там есть 50 вещи, которые не должны знать. Если вы будете делать, то вообще эта книга номер один по земному шару, которую много читаем в книгах. Их просто надо его взять, читать, делать так, как пока написано. И все. У вас... Скажите, одну пару вопросов, скажите, что какие-то вопросы? Вопрос не понял. В этой книге, в этом пункте 50 пунктов. Дать человеку то, что он хочет? Нам есть 50 вещей, которые вы должны делать. И даже всегда использую эту науку. Эту науку. Всегда. Есть 50 вещей. 50. Надо читать, надо белое. Вот. Есть вещи, которые мы занимаем и знаем, но не делаем. Например. Например. Мы все знаем, что, например, колонизор – это вредно. Мы же все знаем, да? Но почти все. И мы знаем, что утром, утром надо заниматься спортом. Но мы не делаем. Знать это вашей другу. Делать это вообще другое. Понимаете? А в книге там четко указано. Вот это 50 вещей знает и делай. И это вещи надо делать. В этой книге говорится, что единственный способ заставить человека сделать то, что вам надо, дать то, что ему надо. Ну, вот смотри, вот, допустим, приходит в кадр, да, кто-то там, он хочет сразу, хочет, как ты изначально спросил, я не услышал, но про зарплату. Он еще не отработал столько, но еще это вопрос, сколько он сможет ли он дать тот результат, который нам нужен. Но он в себе не уверен, но он требует вот этой, как бы, высокой оплаты. Как ты с этим у тебя больше, допустим, найти? Она пришла, она не сказала, что у меня, я вот столько хочу, я сама, я сам сказал, вообще-то, сколько ты хочешь, вообще-то. Она сама не уверена была, но сказал, давай спер, но я сразу сказал, ты больше можешь, ты больше можешь. Она сразу поймет, что она 25 или 30 не может, но я даю шанс, что она будет дорабатывать столько, сколько она хочет. Да, она сразу вот скажет, а, я же не могу, но оказывается, он верит, он мне поможет, он мне поможет. А как раз он же сказал, папа, кто объяснил, значит, если я стараюсь, он поможет мне, и они будут работать с нами, потому что им выгодно работать. То есть она хотела 25, ты сказал, что она может заработать там 30. Если старается, и потом я сразу сказал. Вот ты эту банку говоришь, там, норматив, да, допустим, продавать там 10 штук в день, она не может продать бюджет. Месяц прошел. Десять. Десять. Если пройдет, просто только тело проведешь, сидишь и уйдешь, я же не буду продавать столько зарплату. Я им дам, например, 500, 500 долларов, 400 долларов. Семьому зарплату. Семьому зарплату. Остальные только проценты. Да. О, хорошо. Тут зарабатывает столько, сколько хочет, сколько может. Да. Это одно. Ты же так работаешь. Если хорошо работаете, у вас заход. Если плохо работаете, я его я. Да. Удачи. Ай. Удачи.